МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые телезрители! Я хочу начать с того, что рассказать телезрителям о том, какие виды медицинской помощи бывают. Во-первых, это первичная медицинская помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами, либо бригадами скорой медицинской помощи до доставления пациента в больницу. Специализированная медицинская помощь оказывается узкими специалистами на основании выставленного пациенту диагноза. Высокотехнологичную медицинскую помощь можно отнести к специализированной. Что такое высокотехнологическая медицинская помощь? Как правило, она оказывается в федеральных медицинских центрах высококвалифицированным медицинским персоналом с использованием новейших технологий и лекарственных препаратов. Скорая медицинская помощь, о которой мы сегодня будем говорить, оказывается бригадами скорой медицинской помощи до доставления пациента в больницу. Здесь хочу отметить, что при поступлении вызова именно бригада скорой медицинской помощи решает вопрос, доставлять пациента в больницу или нет. Дальше это палиативная медицинская помощь, которая оказывается пациентам, страдающим тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Как правило, это лекарственные препараты, которые облегчают жизнь пациентам до наступления и стратегического исхода. Хотелось бы довести до наших телезрителей, как организована скорая медицинская помощь на территории нашей республики? Хочу отметить, что ранее медицинская помощь, скорая медицинская помощь оказывалась районными больницами, отделениями скорой медицинской помощи. Но в 2014 году Минздраву было принято решение о объединении этих отделений и создании единой службы скорой медицинской помощи. И с момента ее создания было выделено достаточно средств, то есть значительно улучшилась материально-техническая база, было закуплено новое медицинское оборудование, новые машины скорой медицинской помощи. Были все диспетчерские оснащены средствами записи разговоров. Каждый день формируется база пациентов, которые обращаются за оказанием скорой медицинской помощи. Насколько я знаю, в настоящее время органами прокуратуры проведены проверки как раз-таки оказания скорой медицинской помощи. И есть ли здесь нарушения? Соблюдается ли порядок оказания медицинской помощи? Я хочу вам напомнить, что последний раз порядок оказания скорой медицинской помощи мы с вами обсуждали в 2013 году, когда еще эту помощь оказывали районное звено больниц. И тогда выявлялись множественные нарушения закона. Если вы помните, в Альковском районе отделение скорой медицинской помощи работало до обеда, а после обеда просто в этом районе скорой медицинской помощи пациентам не оказывалось. Но результат настоящей проверки показали. То есть с момента создания Республиканской станции скорой медицинской помощи ситуация значительно улучшилась. И выявлено всего лишь в ходе настоящей проверки всего лишь 165 нарушений закона. Внесено 28 представлений и возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. Ну вот основным, наверное, ярким примером выявленных нарушений является отказ в оказании скорой медицинской помощи, которые были выявлены в Козловском районе, в Канажском и в городе Новочебоксарске. А по какой причине отказали в предоставлении скорой медицинской помощи? Ну, например, в Козловском районе при выезде бригады на вызов выяснилось, что пациент находится в алкогольном опьянении, и ему было отказано в доставке его в больничное учреждение. Но при повторном вызове, конечно, он был доставлен. Хочу сказать, что нахождение гражданина в алкогольном или наркотическом опьянении не является основанием для отказа в оказании скорой медицинской помощи. Ярким примером, наверное, в этой части является ситуация, которая сложилась в этом году в Иркутске, когда 89 человек было отравлено суррогатами алкоголя, и 58 из них скончалось. Я думаю, что часть из этих граждан вовремя не была оказана скорой медицинской помощи. Ну, возвращаясь к этому вопросу, можно сказать, что когда больной находится в тяжелом состоянии, наверное, порой для того, чтобы спасти его жизнь, время идет не на минуту, а даже на секунды. И вот здесь, наверное, существуют какие-то нормативы. То есть, когда карета скорой помощи должна приехать до больного, то есть за какое время? Ну, у Минздрава Российской Федерации такой срок установлен, это 20 минут. То есть, с момента вызова карета скорой медицинской помощи до приезда пациентов не должно превышать 20 минут. Но территориальными программами гарантии оказания медицинской помощи такой норматив может быть увеличен до 40 минут в зависимости от географических и природных условий. Но хочу успокоить жителей нашей республики. Наша республика густонаселенная, небольшая. Во все населенные пункты у нас имеются хорошие дороги, и кареты скорой медицинской помощи укладываются в норматив 20 минут. И хочу отметить, что с момента создания республиканской станции медицинской помощи диспетчер может к пациенту направить карету, ближайшую карету, которую находят пациенты. То есть, независимо от того, с территории какого района был совершен вызов. То есть, к жителю Шумушинского района может прекрасно приехать карета с Батревского района. Спасибо. Очень многое зависит от уровня оснащенности автомобилей, на которых оказывается скорая медицинская помощь. Что по этому поводу можете сказать? Я уже ранее говорила, что было закуплено новое оборудование, новые автомобили. В настоящее время все автомобили оснащены векационной системой Голонас и средством вызова тревоги. Но, как показывает практика, необходимо оснащать машины скорой медицинской помощи и видеорегистраторами. Поскольку в настоящее время возникают такие ситуации, когда некоторые граждане, правонарушители, не уступают дорогу на проезжей части, либо не пускают машину медпомощи на жилую зону. И возникает возможность не предоставления скорой медицинской помощи пациенту. В этой части прокуратуры Ленинского района было возбуждено административное производство дела административного правонарушения по статье 19.20 в отношении главного врача Республиканской станции медицинской помощи. И в настоящее время из здраво принимаются все меры, чтобы закупить это оборудование и установить на всех машинах видеорегистраторы. — Ну, все-таки хотелось бы тогда уточнить, техническое состояние самих автомобилей, оно надлежащее или все-таки выявляется нарушение в этой сфере? — Органами прокуратуры проверка технического состояния машин проводилась совместно с инспекторами ГИБДД. Как я уже говорила, машины новые, но все-таки эксплуатируются они каждый день. И на момент проведения проверки выявлялись небольшие технические неисправности. Не работали фары, противотуманные фары, приблизковые маячки. Были нарушения в части, когда двери были неплотно прилегали к машине. Но, как правило, такие нарушения устранялись в тот день, когда была проведена проверка. — Ну и, наконец, все-таки тоже возникает вопрос, а как обстоят дела с комплектованием медицинскими препаратами, лекарственными препаратами машин скорой медицинской помощи? Все ли здесь в порядке? — Ну, в этой части тоже нарушения были выявлены единичные. Как правило, в укладках медицинских лекарств бригад отсутствовали, имелись не все обезболивающие средства, либо оказание скорой помощи при сердечных заболеваниях. Не все машины были оснащены в соответствии с требованиями приказа, отсутствовали бактерицидные лампы, фонарики. Но, опять-таки, отсутствие вот этих медицинских препаратов, либо инструментов не могло повлиять на качество оказанной медицинской помощи. Но, тем не менее, поскольку они приказами Минздрава предусмотрены, органы прокуратуры вмешивались, вносили представление и требовали, чтобы все-таки машины были оснащены в соответствии с требованиями приказов Минздрава, и лекарственные средства присутствовали в полном объеме в укладках. — А что касается человеческих ресурсов, всегда ли было должное количество людей, фельдшеров, допустим? — Единственный случай, это в Маргарском районе, когда бригада была сформирована с нарушением приказа, отсутствовал фельдшер. Раньше, конечно, такие нарушения были повсеместно, но сейчас нарушения такие единичные. Потому что созданием этой службы был принят большой штат квалифицированных сотрудников. И если раньше выявлялись нарушения части выплаты заработных плат, но на сегодня, пока этот вопрос стоит, конечно, остро, органы прокуратуры решают эту проблему. Ранее были случаи, когда врачи не были оснащены летним и зимним комплектом одежды. В настоящее время такие нарушения устранены, их нет. То есть мы с ними не столкнулись в ходе настоящей проверки. То есть врачи в этом плане не жалуются на условия работы своей. — Какие меры вообще принимаются органы прокуратуры? Какие санкции, скажем так, за эти нарушения, о которых вы сказали? — Ну, я же говорю, были внесены представления главврачам больницы, возбуждено административное производство. Я хочу сказать, что результаты настоящей проверки были обсуждены на расширенном заседании коллеги прокуратуры республики. Были поставлены острые вопросы. Были приняты решения о проведении дополнительных проверок, которые в настоящее время продолжаются. — Что Вы можете сказать об оказании высокотехнологичной медицинской помощи в Чувашской республике? И всегда ли здесь соблюдаются требования закона? — Здесь я хочу отметить, что Минздравом Чувашской республики в этом плане работа налажена очень хорошо, и претензий со стороны органов прокуратуры в этом плане нет. То есть заявки медицинских учреждений и медицинские документы сотрудниками Минздрава рассматривают своевременно и направляются в федеральные центры. Как правило, загвоздка появляется на стадии рассмотрения этих заявок в федеральных центрах. То есть если на момент поступления документов из республики есть квота, свободное место, то пациент выезжает немедленно, либо ставится в очередь. — Но какие-либо нарушения вообще выявлялись? — В части порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи не выявлялись. Но органами прокуратуры ежегодно проводятся проверки в учреждениях, которые расположены на нашей территории, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, выявляясь нарушения в части закупки медицинского оборудования и лекарственных препаратов, и принимались меры реагирования, и по мере возможностей Минздрав их устраняет. — А вот в части поставки, именно в части обеспечения качества изделий медицинского назначения, имеется в виду лекарственных препаратов, были ли выявлены какие-либо факты, где действительно не всегда это? — В этом году по результатам прокурорской проверки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту поставки в ряд медицинских учреждений республики контрафактного кислорода, который не соответствовал техническим требованиям. — Спасибо. Давайте послушаем комментарии Следственного комитета по данному вопросу. — В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к изъятию указанного кислорода. Решаются вопросы о назначении необходимых судебных экспертиз. Также в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры по установлению всех обстоятельств, посовершивших совершению данного преступления и их устранению. Устанавливаются конкретные лица, причастные к сбыту фальсифицированного кислорода и какие есть органы для этого? — В случае возникнет такой ситуации, необходимо обратиться либо в управление Росздравно-разору по Чуварской республике, в органы прокуратуры и ФОМС. — То есть Фонд медицинского страхования. — То есть Фонд медицинского страхования. Но благодаря тому, что записываются разговоры, Росздравно-надзор и органы прокуратуры могут прослушать разговоры между диспетчером и пациентом и дать оценку действиям специалистов в этом плане. Изучить медицинские документы, которые хранятся в больнице. Республиканская больница скорой медицинской помощи. Вообще я бы посоветовала нашим гражданам не болеть, вести здоровый образ жизни. А сотрудникам медицинских организаций, в связи с тем, что у них прошел профессиональный праздник, поздравить с этим праздником и пожелать успехов, чтобы они тоже не болели. — Спасибо, Анна Николаевна. Все же еще последний вопрос хотелось бы уточнить. В прошлом году у нас была такая проблема с таким заболеванием, как гемодиализ. Вы об этом знаете, да? — Да. И не всегда граждане имели возможность получить качественную медицинскую помощь по данному, именно по связи с данным заболеванием. Потому что были какие-то, я так понимаю, проблемы. И сейчас как дела обстоят в этом вопросе? — Вообще этот вопрос стал ребром с момента, когда разделили Минздрав с Минтрудом. То есть стало существовать два министерства. То есть раньше это был возможный Минздрав соцразвития. При разделе ни одно из министерств не захотело взять на себя такую ответственность. Но органы прокуратуры в прошлом году в эту ситуацию вмешались. Было внесено в адрес министра здравоохранения представления. Был принят порядок оплаты проезда к месту лечения и обратно. Но в настоящее время стали поступать у нас жалобы о том, что сама процедура гемидеализма очень длительная. И больные себя чувствуют, пусть не очень тяжело, им необходимо отлежаться какое-то время. И когда этот процесс заканчивается, наступает позднее время суток, и автобусы не ходят, остается только такси. Такси не оплачивается, и в настоящий момент мы попытаемся решить вопрос Минздрава, как решить вопрос, проблему доставки, переезда из больницы к месту жительства таких больных в ночное время суток. Пока вопрос стоит сложно. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Анна Николаевна, за обсуждение столь важной для граждан темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Анна Николаевна Бочкарева. Как видим, вопросы соблюдения прав граждан на медицинскую помощь, к сожалению, на сегодняшний день все чаще еще остаются актуальными. Все еще существует немало проблем в этой сфере. А многих из них длительное время неизвестны контролирующим и надзорным органам по причине того, что многие и не всегда знают свои права и предпочитают умалчивать, даже когда видят, что они нарушаются. А зря. Уверен, что ситуация может и должна меняться к лучшему при условии активности гражданского общества в данном вопросе. До новых встреч в эфире.